Ты сейчас не занимаешься саморазрушением? Ну, саморазрушение разное бывает. Но вообще нет. Вообще, я понял то, что депрессии не существует. А как только я понял, что депрессии не существует, очень много вопросов отпало. Итак, наконец-то дождались. Фараон выпустил альбом. Миллион доллар депрессион. Полно всяких разных отзывов уже. Многим зашел, как я понял. Не знаю, есть, конечно, негативные комментарии. Но в этом видео вы не увидите, я думаю. Хотя фиг знает. Но что-то типа, это невероятно, вау. Это просто пушка. Мне не кажется, прослушав три трека, которые вышли до альбома, я что-то как-то усомнился вообще. Меня не обрадовало. В этом видео заново все прослушаем. Потому что я уже даже, в принципе, особо не помню, что там конкретно было. Вот. Короче, честная реакция будет на этот альбом. И те, кто видел уже мое мнение о фараоне, знают то, что я больше любитель старого фараона. Пинк Флойд, Фосфор. Такой Клауд, не Клауд. Короче, старенький и добрый фараон. Ну вот. То, что я услышал, вообще никак не напоминало. Но не знаю. Тут, короче, в этом видео будет лишь мое мнение. Вы можете быть с ним не согласны. Не обязательно грубить, оскорблять в комментариях и так далее. Лучше конструктивно написать, в чем я был неправ, и почему это крутой альбом, если вы так считаете. Если вы так не считаете, то тоже пишите, почему, что вообще происходит с фарой. Вот. Ну ладно, давайте уже приступим к прослушиванию. Перед смертью все равны. По-моему, я его слышал уже. Вот этот еще более-менее зашел мне трек. Нормальное начало альбома. Что потом произойдет? Вообще, я без понятия, если честно. Но вот такой фараон норм. Печаль со знаком 8. Боязно, знаете, как-то даже слушать. Не хочется расстраиваться. Бесконечная печаль, печаль, я не знаю, с чего начало, печаль. Я знаю, чего, сестра. Как мой брит, я прощаю вправо. Но ты не знаешь, меняет все, начинка нет. Я остановлю свет, на мой себе. И держи как крепче. Тоже норм. Вообще, за отсылочку на Нирвану тоже лайк. Но по сути, продакшн тоже хорош. Всему свое время. Я помню, первый раз слушал эту песню, и она мне зашла. И так же сейчас. Короче, поп-рок от него никак не хотел услышать я. Вот. Тайда? What the fuck? What the fuck? Так, еще раз. Начало. Ну да. Ну тут прям да и да, конкретно, но на Genius еще не написали, конечно, об этом, но это явная интерполяция. Ну, то есть, переигранная. Я не говорю, что это плагиат, он там типа сплагиатил и так далее. но тут явно как бы до этого слышали Трипи Реда слышался в Эмми, по-моему, и все во всем свое время вроде бы как. Там тоже как бы особо внимания не обратил, но здесь явно дайда и почему-то не написано. ладно, слушаем дальше, никогда опять. Субтитры сделал DimaTorzok для моих без брюх и отчет всего я в обречении но хорош. Вообще продакшн хорош. Ну, фара вообще лайтовый такой, прям лайтовый, простенький. Интересно, будет ли разъеб какой-нибудь прям какие-то скримеры. Пока все как-то скучновато. Особо не удивляет. полюбившийся всем трек Эмми. Мне очень не понравилось то, что он тут упоминает Эмми Вайнхаус. И, ну, строчка какая-то непонятная. Эмми Вайнхаус Type Type И здесь слышится Трипи Рэд. Мне очень нравится такое исполнение. И вот здесь мне не нравится что он быстро слова расставил. Как-то это не очень красиво звучит. Короче, чувствуется, конечно, какая-то боль, его переживания. благодаря этому вокалу. Лично мне не зашло. Вот особенно вот это. И такое мы зло мрачное стало. Сменилось настроение. Опять же, сам продакшн бит хорош. Просто не понравилось исполнение фары. Не понравилось само упоминание Эмми Вайнхаус Type Shit. По тексту, я так понял, везде будут какие-то переживания. Депры и так далее. Само настроение у альбома такое. Так попсовываю все. Но по сравнению с тем, то, что было до этого, это самое тяжелое в плане музыки и исполнения. Припевчик, конечно, такой, ну, как по мне, он попсовываю именно вот благодаря этому мотиву исполнению. Но прям по звуку мощно. Коротенький трек, конечно, но в принципе очень даже неплохо. Просто такое ощущение, как будто ну, нехватка, нехватило еще чего-нибудь. я приду к сыну день я приду к суетей я ее бросил, бля, имена бросил тень наебали весь колхоз. хороши, оба хороши, вообще нормально. Нормально. Не то, чтобы боязн стало, конечно. Как будто может агрессии какой-то тут не хватает. Но уверенно себя чувствует. Бит хорош. Так. Опять Роцк или кажется мне пока не просто рэп. расширяется. И иногда я зашиваю всюду. я не помогал, не подруги, ни наркота. И я перешел на пет. Маскл кал Феррари. Маскл кал Феррари. Феррари. не из тех, кто послушался сплетней, чтобы понять, что ты тупо петала. Все мои тачки, все мои тачки, все мои тачки, тачки, все мои все в черный окна. Молодцы, я не шаг, ты не 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 есть что-то хорошее, есть что-то плохое, он все это совмещает. искать тебя так тупо, так тупо, есть мать, вера, 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 вера. Так, ну тут опять интерполяция. в принципе, ну тут особо нечего сказать, скит под акустику и не студийная запись, но звучит хорошо. Была бы студийка, было бы круче. А так, такое мне всегда заходило. Так, ну у меня уже есть примерное мнение об альбоме, я в конце все скажу, пока слушаем дальше. Сайленс. Наука. Ооооооо. прикольно. Хорош трек, но мне не нравится вот захлопни варежку, и мне не очень зашло в начале, опять же. Не, в основном, в основном чисто припев меня не порадовал, а так вот тема с этим хи-хи и ку-ку очень даже забавна. Вообще сам фар тут техничный. Так, это походу что-то похожее на всему свое время. Может и нет. Нет. Я так и не понял, он завязался наркотой или нет вообще. Бридж хорош был. Бридж хорош был. Опять же неплохо. Так. Интересно. Неужели сейчас будет олдскультик? Нет. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Опять же хорош. Оба хороши на треке. Поначалу, конечно, подумал то, что это какой-то олдскультик сейчас у нас тут будет. Но нет. Это была наёбка такая. Опять же, меняют флоу. Оба красавчики. Бит пиздатый. Всё класс. Воды сочинённые изнанками. Прикольно. Тоже как скит, но очень крутой. Уже студийка. И звучит прям классно. Мне кажется, прям вот в топе треков с альбома у меня этот будет. Так. Во имя тьмы. Прикольный звучак. Крутой момент. Идеальное завершение альбома. Вот прям как мне нравится. Очень круто поставить последним треком какой-то вот подобный трек. Последним треком подобный трек. Фух. Так. Ну что, в принципе-то не так уж и плохо всё оказалось. Он просто запугал лично меня синглами, которые выпустил. Но в общем и целом альбом неплох. После правила это вообще знаете такая типа реинкарнация искупления грехов что-то типа того. Типа Ну я ещё могу, чувачки. Вот. Пожалуйста. так ладно про делюкс и правила ничего не будем говорить давайте чисто по альбому у меня конечно есть свой топ есть чем можете написать свой в основном мне понравились совместки с 39 обе причем судный день риск во имя тьмы вода сочиненной изнанкой это уже считай 4 до получается так я сколько мы топ-5 да блин ну вот не знаю наверное silence все-таки вот будет у меня в топ-5 и все но нет я еще послушаю конечно альбомы по-любому больше пяти мне понравилось тут и road 333 ost тоже хороший неожиданно как-то было услышать и dnmp по моему дьявол на моем плече короче такая мрачная личная депрессивная пластинка в основном вообще ну во всех треках такие темы депрессии но как уж не упомянуть про сучек и то что он богат у него куча крутого мерч там шмоток это тоже в принципе ожидаем был от фары но при этом чувак в депрессии но все плохо слышали его переживания его проблемы какие-то помимо этого он еще наезжает и доказывает то что он все-таки лучший и у него нету пизды у него красивый хуй по музыке все круто по тексту также но есть моменты где какие-то нелепые строчки или просто какое-то противное исполнение и ну которая слегка так слегка но огорчает то есть понижается настроение вроде все круто 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 но че нить услышу вот во имя тьмы тоже там была какая-то корявая строчка то есть ну не помню короче вот но в общем и целом альбома повторюсь неплох особенно после правила слушаются хорошо вот печально то что именно это есть строчка после правила этот альбом хорош интересными как бы его оценили есть не было правило и если правило вышло после фиг его знает но фара все-таки легче стало это прям чувствуется это видно слышно вроде все я обязательно еще раз прослушиваю эми я так и не принял и не приму просто ну как-то отталкивает меня этот трек лучше я его вообще не слышал я понимаю то что многие кайфанули они балдеют с этого но я не готов это переслушивать и вряд ли я когда-то буду еще раз слушать ее все на этом как вам пишите в комментариях чем фара хорош пишите в комментариях чё с ним стало пишите в комментариях топ-5 треков с альбома пишите в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо за внимание всем пока чекеря аут